Вот ораторское искусство, можно сказать, что это личностный уровень убеждения. На ораторском искусстве изучается зрительный контакт, правила зрительного контакта, жестикуляция, о том, как вовлечь аудиторию в разговор, беседу, в обсуждение. А вот логика и аргументация — это то, о чём мы говорим, то есть что непосредственно говорится, содержание того, что мы говорим. То есть мы проводим анализ здесь уже не внешней среды, не внешней формы нашего выступления, а именно внутренней, то, о чём мы говорим. Сегодня речь пойдёт как раз вот об этом уровне, об уровне логики и аргументации. Не совсем о ораторском искусстве. Хотя это составная часть ораторского искусства. Каждый оратор должен быть убедителен на обоих уровнях. Теперь я хотел бы спросить вас, что такое аргумент для вас? Это логическая основность, доказательство, инструмент. Факт — это то, что есть. Факт, что сегодня погода замечательная. Это не нужно доказывать, да? Нужно посмотреть, это есть факт. Аргумент, вернее, скажем, факт и тезис, который требует доказательства, требует подкрепления аргументов. Это разные вещи, да? Как раз тезис нам нужно доказать. Нам нужно подвести какие-то аргументы, чтобы доказать, что это действительно факт. Вот это отличие от принципиальной факта, от аргументов. Давайте сразу начнём с того, что мы с вами сегодня будем обучаться, изучая несколько блоков аргументации. Первый блок. Мы рассмотрим с вами структуру аргумента. Как должен выглядеть аргумент? Вот мы с вами сейчас сказали, что аргумент — некий довод в подтверждение тезиса. Аргумент. Первое. Как устроится структура аргумента? Вначале мы высказываем фабулу аргумента. Что? Фабула аргумента. То есть его формулировка. Фабула. Предположим, мы с вами защищаем какой-то бизнес-проект. И нам нужно доказать, что этот проект эффективен. Мы выдвигаем тезис. Этот проект эффективен. Скажем, внедрение данной системы мотивации или внедрение данного оборудования позволит увеличить прибыль. То есть наш аргумент. Почему он эффективен? Потому что он позволяет увеличить прибыль. Это формулировка. Фабула аргумента. Увеличить прибыль. Значит, в фабуле аргумента обязательно должно содержаться либо глагол, либо прилагательная сравнительность степени. Либо, значит, это оборудование сделает надежный производственный процесс. То есть мы какой-то проект внедряем, да? Оно сделает надежный какой-то процесс, удобней и так далее. То есть здесь присутствует сравнительность степени. И либо глагол увеличит, уменьшит, сократит издержки и так далее. То есть обязательно присутствие глагола, либо прилагательная сравнительность степени. Следующее.